Хорошо сказано, не находите? Очень занятная книга, между прочим. Всем творческим людям советую ознакомиться. Вообще, я небольшой любитель современного искусства. Очень редко что-то может заставить тебя задуматься или посмотреть на простые вещи под другим углом. Это по большей части связано с тем, что медиапростанция сейчас очень сильно перенасыщена и сложно найти что-то уникальное. Лично меня сейчас больше вдохновляют компьютерные игры и геймдев, нежели живопись, музыка или тот же кинематограф, так как зачастую там вложено больше смысла, которое ты еще можешь усвоить через игровой опыт. Но сейчас не об этом. Скажу честно, я давно перестал посещать выставки современного искусства, но одну такую выставку я не мог пропустить. Речь идет вот о этой выставке. Чувствуете, как пафосно звучит? Эту выставку очень активно рекламировала компания МТС. Не, ну вы только посмотрите, разве такие постеры не привлекают внимание? Раз в неделю стабильно в ленте появлялась реклама этого мероприятия. Ну и мне стало интересно, что же такого особенного там может быть? Ну что, ценители искусства, с вами Радька, канал Хмит. Идем на выставку АЕСФ, по-моему, так называется. Вот, со мной. Здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале Тайм Тупай. Не слушайте его, это не его канал. Когда ты вообще последний раз был на выставке? Вчера. На какой? У себя в постели не считается как выставка, брата. Как выставка эротического искусства. Точно? А что ты мне не показывал? Да, мы и росли. Бро, если серьезно, на какой выставке ты вообще бывал? Я так и не вспомнил. И последнее, которое я могу вспомнить, это была выставка Шнура. Короче, выставка называлась очень провокационно, называлась Говно. Вот. И, слушай, я на самом деле не очень много чего помню из того, что там было. Мне запомнился только один экспонат, который сейчас просто очень актуален. Там, короче, на стене в рамочке был бюллетень голосования президента, типа, и экспонат назывался «Семь сортов говна». Спасибо большое. Хочешь сей эстета? Поправил бровь. Пока мы еще не зашли, но это уже очень странно выглядит. Можно посмотреть. На самом деле, большинство черных людей — это мусульмане. Аллах, Хабиб, чемпион. Салам. Салам, брат. Салам. Слушай, я обнаружил, что у этого ребенка хвост. Ребят, тут кинотеатр. Прикиньте. А там Тарантино показывают? Да, новый. Широкоформатный. Ребят, это единственный кинотеатр, в котором можно находить с камерой. Прикиньте. Вот эти вот штуки были в рекламной кампании МТС, которые постоянно их крутили. Вот эти вот странные существа. Что скажешь, братан? Оскара, Оскара. Здесь нормально постарались. МТС, какая-то компания. У тебя какой мобильный оператор заработал? А что ты тогда уехал? Да ты, что ты. Камни тоже искусства, братан. О, боже мой. Что он творит? Я побелел, я побелел. Он украл. Полиция. Охрана. Я побелел. По-моему, я сломал Стефана. Я привел его туда, куда не надо было приводить. Смотри, она с луком стреляет. Очень странный компьютерный клуб. Стефа, давай сервер запускай. Давай барик посети на прохождение, да? Да, это авторы всей этой выставки. Они рассказывают, как они это придумали и что оно вообще означает. Такое ощущение, что как будто, типа, ой, давай, а что будет, если сделать так и так? Давай просто попробуем. Типа, по сути, никакой концепции нет. Это просто фотопроект. Да, это просто фотопроект. И без какого-то такого концепта. Просто с отсылками на какую-то древнюю мифологию или связи с ней. Но ничего такого нет. Ну вот, смотри, ты хотел черного парня. Вот тебе черный парень. Вот, у меня стреляет пять. Видишь? Да опять, брат. Не трогай. Это мой бро. Мой бро. Абиб чемпион. А, как это? Намаз делать? Намаз? Давай, давай. Ребята, это исламский проект, и они хотят показать, что ислам везде. Вот статуя свободы в Баранже. Зеленый цвет, а не белый. Чтобы выделялось на фоне стены. Понимаешь? Нет. Потому что оно будет сливаться и будет непонятно. А это специально выделено зеленым. Это ашрек. Ашрек, как вы знаете, основатель Санкт-Петербурга. Мое болото. Это факт. Сам Борис. Это факт. Это факт. Почему всегда все, что из золота, кажется таким крутым? Вот это искусство. Вот это красивое. Ставлю лайк. Ну что? Оно ничего не делает. Оно ничего не делает. Что ты хочешь, чтобы оно крутилось, да? Конечно. Конечно. Типа не постарался. А вот это не искусство, да? Это искусство. Оно не крутится. Оно золотое. Я беру секунду на веру на проверку. смотреть на аллегорию сакра балбес не знаю как это не нравится современное искусство так и скажу и не нравится мы сразу пойдем домой нет но ты меня привел сказал современное искусство крутое тебе понравится точно крутое я вижу тебе не нравится ну так получилось это все пота шок такого не может быть что мне на самом деле видео инсталляциях понравилось это ты заметил да как воспроизводится видео как движение показано они такие вообще неестественные совершенно это короче в after effects морфинг есть они добрались до after effects в российские художники мне нравится искусство круто сейчас экскурсовод сказал что показывает проблемы генной инженерии стране и вообще в мире то мне все понравилось кто может быть лучше эта инсталляция да что угодно еще бы туда поставили кальяны и кальян рэп и я бы просто там сидел целые все шесть часов слушай ну мне понравилась только технология которая вот именно в движении это понятно это просто прикольно выглядит а в целом блять ну это реально как набор какого-то дурацкого фотошопа так и есть парни просто решили сделать искусство из ничего не достойно лайка и не достойно 300 рублей за которые мы туда пошли ну благо все оплатил радислав и наша любимая компания у нас нет что ожидали совсем другого пока не ожидал стефан то вообще ничего не ожидал я вообще не знал что это будет за выставка но мне не понравилось мне в инстаграме сейчас пишут девочки их пишут типа давай сходим в эту юрту посидим покурим кальяна я пишу кальяна не было там не было кальяна было просто вот эти коврики для намаза но нет было ни кальяна ни арабской музыки не даже кальян рэпа и вот ну к чему это вот был бы кальян я бы все сказал этой выставке да шел на выставку и куешь кальяна на тебя все смотрят как будто ты экспонат а считывайте гениально чемпион вопрос для вас уважаемые подписчики канала к мель кто сильнее khabib или нур магомедов пишите в комментарии ставьте лайк делитесь этим роликом